Я недавно тут работаю, но мне говорят, что там ходит уже как в привычку, как-то привыкаешь с этой работой, свыкаешься, но для меня пока еще это я не особо еще свыкина. Я пытаюсь, стараюсь, конечно, все, но пока еще не так уж сильно мне легко это все дается. Когда продают, допустим, кофе, чай, они дольше продают свою продукцию, кофе, чай. Я думаю, куда они разорят, я не могу проехать, они меня гаундочку задерживают. А так я, допустим, пробежала туда-сюда, я уже почти два раза, как бы уже это самое. Я могу сейчас, допустим, перекусить, и у меня, да, в каких-то 15 минут появилось лишнее время, лично для себя, типа, а потом снова иду, и это, и так надо еще хотя бы пару раз проделись. Люди же, допустим, кушают, им там надо мусор куда-то девать. Понимаете, я обязана, это моя работа, я обязана его собрать, чтобы в моем салоне хотя бы чисто было, хоть по минимуму, пусть уже не по максимуму, по минимуму. Ну и так же же это, получается, что четыре с половиной часа в дороге мы должны четыре раза быть в ходу. То есть каждый час мы должны быть в ходу. Каждый час вот это мы уходим, убираем поезд. Ну а как по-другому, если поезд будет, не убирается, это же вообще будет же непонятно шоу. Так что, иногда говорят, да, приятное. Рада, допустим, что я где-то на своем месте, может быть, в данный момент помогаю людям, когда это за мной. Усталость такая небольшая. Практически не отдыхаю, буквально там два полтора часа в сутки. Ну, двое суток спокойно можно выдержать, можно выдержать. А потом уже труднее гораздо. Ну, мы стараемся, мне сменщится, допустим, она два дома, вот сейчас дня, думаю, двое суток я работаю. Вот она должна меня поменять через двое суток, допустим, и я вот тогда буду отдыхать. Продолжение следует...